Сегодня Аким Алматы Ахмеджан Есимов собирал горожан, чтобы отчитаться перед ними за свою работу. Однако попасть на встречу с городоначальником опять удалось не всем. К блогерам, которые однажды уже испортили Есимову аппетит, полиция заявилась прямо домой, чтобы не дать им возможность и на этот раз испохабить настроение чиновника неудобными вопросами. Эту съемку нам предоставил алматинский блогер Андрей Цуканов, который хоть и не был на званом обеде Есимова, но наряду со своими коллегами Кибраевым, Айтиленовым и Щелоковым значится в черном Акимовском списке. Он тоже задает чиновникам неприятные вопросы и критикует диктаторский режим в Казахстане. «Земельный закон принят единолично президентом. Можлисть его проект отвергала, я очень яро против выступал». Сегодня с утра к блогеру в квартиру вломились двое полицейских, которые попросили немедленно проехать с ними в РУВД для дачи показаний. Стражи порядка выудили из папки заявление о клевете, написанное Максатом Усеновым, тем самым сыном высокопоставленного чиновника, который в декабре прошлого года на своем BMW X6 сбил в Алматы шестерых пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших погиб на месте. Боря, водитель Усенов, якобы оскорбился за то, что сидевшие в соседней камере за испорченный обед Акима блогеры Ренат Кибраев, Дмитрий Щелоков и Нургали Айтиленов назвали его в соцсетях VIP-арестантом и раскрыли условия его комфортной отсидки. «На камеру в шесть мест он сидит-то со своей сестрой, со своей матерью, а в последний раз с каким-то братом. Камеры двери всегда открыты и питаются Усенов не государственными харчами, а едой достойной VIP-арестанта. Дискриминация во всем. Спасибо Назарбаеву за такой Казахстан». К слову, Цуканов по соседству с водителем-убийцей не сидел, но в заявлении Усенов указал и его. «А также Цуканов Андрей, который унижает мою честь и достоинство личности, дает за ведомо-важное сведение». Обидно другое, что казахстанцев должны охранять вот такие неграмотные и теряющиеся полицейские. Если человек хоть немного разбирается в законах, стражи порядка перед ним сразу басуют. Андрея Цуканова взяли в тот момент, когда он выходил из дома. Сильно избили. Это единственное, что в органах умеют делать на ура. В результате задержания Андрей получил травму головы. В суде блогеру оперативно влепили 18 суток ареста. И только за то, что он пытался выполнить профессиональный долг – задать вопросы Акиму города. Вот вам и свобода слова по-казахстански. Что ж, господину Есимову вновь удалось избавиться от неудобных журналистов. Подлым и беззаконным способом. Впрочем, это неудивительно, ведь Ахмеджан Есимов – лучший ученик его прославленного дяди, диктатора Нурсултана Назарбаева. Почерк один в один. Почерк один в один.